МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он собирает автомобили, занимается сольной карьерой и уже готов встретить нас на пороге своего дома. Сергей Скачков, экс-лидер группы «Земляне». СТИЛЬ МИЛИТАРИЯ Сдержанность с налетом некоторой усталости от публики и прессы. Орел звездного прошлого и творчески осмысленного будущего. И визитная карточка. Голос. Сергей Скачков, экс-лидер группы «Земляне», разный, как автомобили в его гараже. Но о них чуть позже. Он встретил нас в своем доме на Дмитровском шоссе и даже любезно напомнил первые ноты своего самого яркого музыкального шлягера. СТИЛЬ МИЛИТАРИЯ Вот. На большую сцену «Земляне» вырвались в 1979 году с песней Марка Фрадкина «Красный кон». Окончательный выход на звездную орбиту произошел в 1982-м, когда группа исполнила песню Добрынина и Дербенева «Прости, земля» и цикл песен «Каскадеры». Визитной карточкой землян в том же 1982-м стала песня «Трава у дома», до сих пор удерживающая позицию почетного хита «Народный застой». После знакомства с его фолькстильным домом и разными атрибутами звездно-земного бытия начали с традиционного вопроса «Как в его жизнь вторгся автомобиль?» У меня был замечательный шофер в пионерском лагере дядя Вася, который меня возил на грузовике. И вот эта, наверное, любовь изначально к технике какой-то, а потом уже она как бы переросла. То есть мне хотелось что-то старое иметь, как у дяди Вася тогда, вот этот газон старый. И поэтому... Но не было места, куда, скажем, поставить, потому что я постоянно болтался «Питер-Москва, Питер-Москва». А когда я, собственно, осел уже где-то в одном месте, вот в частности здесь, в Подмосковье, в Ближнем, я решил свою мечту этого воплотить в жизнь, купил «Победу» сначала. Вот я его отреставрировал. Хотел купить такой внедорожник, ездить по окрестностям здесь. Как-то мне это больше нравится, нежели чем вот эти современные вездеходики вот эти маленькие. Долго искал, но нашел, причем нашел здесь, в Москве, в гараже, газ-67Б. Поехал сразу же, купил его. Потом, через месяц, мне этот человек позвонил, спросил, а не нужен ли тебе мотоцикл? Я говорю, да я не по этому, собственно, делу-то, не по мотоциклетному. Ну вот, и вообще достаточно уже две машины. Он говорит, ну ты подъезжай, посмотри. Я говорю, что за мотоцикл? Ну, BMW. Ну и что, что BMW? Ну, BMW. 1933 года BMW. Я говорю, а как он ездит? Он говорит, да, ездит. Мотоцикл BMW R20. Мотоцикл Третьего Рейха. 1933 года, 1900, естественно. 1933 года выпуска. Он использовался как легкий мотоцикл для почтальонов, но и для, там, солдатиков. Вот. Что характерно, что до сих пор, как новый, единственная проблема была с коробкой, которая была устранена, с крышкой непосредственно, была расколота. А так он на ходу, в отличном состоянии. После покупки, прямо в дождь, Сергей решил тут же опробовать свое приобретение. А вскоре не замерзил обзавестись и еще одним мотоциклом. Сергей, как и подобает автоколлекционеру, гордится своим собранием. И жалуется исключительно на то, что увлечение требует гаражных машин и мест. И именно недостаток полезных автоплощадей останавливает Скачкова от новых приобретений. Потом уже до кучи. Хотел купить зим еще, но понял, что шестиметровая машина это слишком уже. Поставить некуда будет. Экс-лидер группы с космическим названием очень любит активный отдых, рыбалку. Поэтому первым его автопредпочтением была работяга Нива. За плечами уже два внедорожника, а с особым пиететом он относится вот к этому военному авторитету. Этот автомобиль был приказом высшего начальства военного после Белофинской войны. Был приказ создать джип для младшего командного состава, который был несколько короче, чем грузовик. И по колее чуть-чуть поменьше, чем грузовик. То есть специально для доставки там лейтенанта от штаба до передовой. Поэтому и, собственно говоря, гарантированный пробег. Там у него 5000 всего километров. После этого. Ну, это машина, которую доехала до Перезовой, бросила, побежала с автоматом вперед. Поэтому, как бы, 5000 ни о чем, собственно, не говорит. Какая-то машина не уцелела, а вот эта вот дошла до наших дней. Она 49-го года выпуска. И ездит до сих пор великолепно. Так что никакие 5000, в общем-то, ни расстояния. Что касается внутреннего интерьера, хочу сказать, что здесь, в принципе, вот этого ничего, ни панели передней, ни этих сидений, естественно, не было. На ней предусмотрено, по-моему, два всего лишь этих самых прибора. Это количество бензина. Бензин самотеком попадает в двигатель. Так что сколько она съест, это самому Богу известно. То есть если давить все время на газ, то она больше съест. Если меньше давить, меньше съест. То есть он самотеком, без какого-либо насоса, попадает в двигатель. Сидения на нем предусмотрены просто железные. Поэтому рассчитаны на ватные штаны, видимо, вот. Поэтому я поставил такие, помягче. как бы ездить на каждый день. То есть совершенно неприхотливая машина в обслуживании. Достаточно масленки промасливать там раз в год, если нечасто ездишь. И она вечная получается. Вот такой автомобиль придумали наши соотечественники в 40-х годах. Катание на ретро-авто неизменное удовольствие, повод привлечь внимание, а иногда абсолютно нежелательная причина для пробки. Что касается истории вот с джипом, с ГАЗ-67Б, тогда я его с юга и перегонял сюда, на север, то я ехал с краю, потому как она, 90-крейсерская скорость, даже много для него. Вот. И обратил внимание на то, что сзади меня скапливаются машины, потому что одна притормаживает, вторая притормаживает. Вот. Я взял специально, выехал на середину. Вот. И МКАД встал слегка сзади. Потому что все, которые впереди притормаживали, пока они мне показывали значит, респект свой, что он отличный, машина, тачка, все остальное, значит, скапливалось и притормозило. Так вот я минут 20 проехал специально, потом отъехал в сторону. Еще одна гордость коллекции автомобиль Победа. Легендарному ГАЗ М20 уже более 60 лет, но как все уникальное, с годами машина только выигрывает. Первый прототип Победы был готов 6 ноября 1944 года, а 19 июня 1945 года в Москве состоялся показ красавицы машины самому вождю, на котором и было получено разрешение назвать автомобиль этим именем. Массовое производство Победы началось в 1946-м. Автомобилю ГАЗ М20 было суждено стать не просто этапным, а вписать славную страницу в историю отечественного и мирового автомобилестроения. Ему выпала особая роль. Он стал родоначальником послевоенного поколения газовских автомобилей, воплотив в себе немало конструктивных новшеств. ГАЗ-20 был первым отечественным авто с несущим кузовом, первым в мире серийным автомобилем с кузовом без крылой формы. Ну, что касается внутреннего убранства этого автомобиля, то я тут все перетянул, что касается сидений, потому что они под... сгнили, короче говоря. Очень интересная, мне очень нравится вот эта радиола. Весит она 6 килограмм, если ее вытащить. Значит, она ламповая, вот такой буквой Г, в нижней части помещаются лампочки, а в верхней части сама магнитола. 6 килограмм, то есть если бросить в кого-то, можно просто насмерть, значит, убить. Часы. Очень интересные. Вообще, мне нравятся вот эти вот приборы, когда они светятся в темноте. Очень симпатично. Ну и характерное звучание. Тут, правда, по-моему, один подиспортился. Там два сигнала. Вот, они такой интервальчик дают. А так она очень, вот, на ручной, значит, ручной переключатель скоростей. Практический автомат, если двигаешься по городу, включает вторую, и больше тебе потом... Она двигается со всех скоростей, из первой, со второй, из третьей. Вот, то есть практический автомат, можно включить третью и больше никуда ничего не переключать. Победа. Сергея Скачкова, купленная за 300 долларов, 4 года назад, выполняет не только прикладно-развлекательную функцию, но и, как часто бывает, абсолютно бескорыстно участвует в съемках клипа своего владельца. В обычный день и вне погоды, когда, казалось, бурей минули, из ниоткуда тянет холодом, темно и сны тебя покинули. Не отвади глаза, обиды кажутся любой пустяк, не подбирай слова, я все пойму и так. Когда в минуты одиночества ты ждешь меня за полночь на часах, и делать ничего не хочется, ты засыпай, я буду в этих снах, пройдет и эта ночь. Все говорят, что утром мудреней, гони печаль прочь и никому не верь. Пусть говорят, что теперь ничто не длится бесконечно, и не бывает счастья без потерь. Не все сбываются сны, Никто в любви не клялся вечной, Послушай, раз не хочется, не верь. Прижмись ко мне и никому не верь. КОНЕЦ Вот так лидер группы, чьи песни неизменно являются символом свободы и движения, и вырываясь из автомобильных колонок, до сих пор добавляют драйва в езду, сейчас перешел к сольной карьере. Сбавил ритм, и как любой человек, которому есть что вспомнить, уважает прошлое. Никто в любви не клялся вечной, Послушай, раз не хочется, не верь. Субтитры создавал DimaTorzok